Доброго времени суток, друзья! Как вы уже увидели из названия, сегодня я хочу поговорить с вами о сексе. Правда, думаю, многие будут удивлены тем, под каким углом я предложу рассматривать эту тему. Слово «секс» иностранное означает «полчеловека». Я сам очень долго употреблял выражение «полчеловека», пока не почувствовал всю простоту и глубину смысла, вложенного в это выражение нашими предками. Может быть, кто-то со мной не согласится, и я не буду спорить, так как я не филолог. Просто лично для меня слово «пол» в этом выражении является сокращенным вариантом слова «половина». И если слово «пол» понимать именно как «половину», то выражение «полчеловека» наполняется удивительно простым и глубоким смыслом. Мужчина – это только половина человека. Женщина – это только половина человека. А мужчина плюс женщина – это целый человек, состоящий из двух половинок – мужской и женской. Лично для меня это прекрасная формула, подобная китайской монаде, в которой слились мужское «ян» и женское «инь». В этом месте не могу удержаться от дополнительной культурологической информации. Вообще-то символ «ян-инь» не является сугубо китайским. Похожие, очень похожие и даже идентичные изображения есть на предметах трипольской археологической культуры, эпицента которой находятся в Украине. Кроме того, в славянской мифологии есть ян-иньские персонажи, такие как Лель и Леля, Лат и Лада. Вот первая пара обозначает влюбленных юношу и девушку, вторая – семейную пару – мужа и жену. Интересно, что в украинском языке слово «лад» означает гармонию, баланс, а в русском языке слово «ладить» означает гармонизировать, устанавливать баланс. А еще интересно, что слово «мужчина» буквально означает того, кто имеет статус или чин мужа. Соответственно, и женщина – это та, которая имеет статус или чин жены. Следовательно, наши предки только женатого считали мужчиной, и только замужнюю – женщиной. Осколки этого понимания сохранились в современном представлении, что юноша становится мужчиной только после первого сексуального контакта с женщиной. А до этого он еще мальчик. То есть не совсем мужчина. Точно так же и девушка до первого сексуального контакта – только девочка. То есть не совсем еще женщина. Похоже, что наши предки видели и понимали вопросы пола гораздо глубже, чем мы. И еще. Простите, конечно, за механистическую метафору. Вот вам лично не приходило в голову, что мужчина и женщина – это части одного устройства, которое только в правильном сочетании, взаимном подключении, в правильном взаимодействии, называемом любовью, правильно и эффективно работает. Вспомните, как влюбленные говорят друг о друге. «Моя половинка». То есть формула «мужчина плюс женщина равно человек» отчетливо переживается и ощущается влюбленными. А еще есть легенда Платона о могущественных существах с четырьмя руками и четырьмя ногами, которых боги разделили, пополам и перемешали. И теперь каждый из нас ищет свою половинку. Кроме того, у индусов боги имеют мужскую и женскую ипостаси. Они андрогийные, у которых четыре руки и четыре ноги. Согласитесь? Правда в этой информации есть что-то общее с формулой «мужчина плюс женщина равно человеку?» Вдохновение и воодушевление, которые возникают в момент влюбленности, возносят каждого из влюбленных на новый, более высокий уровень. Мы в этот благословенный момент действительно лучше, чем до влюбленности. Мы отчетливо чувствуем себя частью чего-то большего, частью любимого человека, частью отношений, частью нашей любви, частью любящей нас природы и частью еще чего-то, чего не выразить словами, так как в слова это просто не вмещается. А вспомните, как влюбленные реагируют на фильмы о любви, на песни о любви. И много будет странствий с Китаем. Страна любви – великая страна. У меня лично в такой момент возникло ощущение, которое со временем переросло в убеждение, что все влюбленные как-то чувствуют друг друга. Они составляют какую-то незримую общность. И все они вместе. И это страна любви. Планета любви. Я действительно думаю, что есть невидимая для большинства людей, но для влюбленных отчетливо реальная планета любви. Некоторые из нас видят ее, а некоторые уже живут на ней. И завершая, я хочу еще раз повторить самое важное из того, что я хотел сегодня вам сказать. Каждый из нас – это только половинка человека. Каждый из нас это чувствует отчетливо или смутно, но отсутствие своей половинки каждый переживает как страдания. Неполноту, неполноценность, бессмысленность жизни. К сожалению, из-за того, что утеряно искусство любви, большинство влюбленностей заканчивается разочарованием. Люди перестают верить в любовь, начинают считать, что это слабость или разновидность психологической болезни. Но все это из-за того, что мы потеряли знание о том, как сохранять огонь любви. А теперь просто злимся, когда этот огонь обжигает нас или тухнет из-за нашего неумелого обращения. Надеюсь, все мы вместе, влюбленные и верящие в любовь, восстановим это знание, и планета любви для всех станет реальностью. На этом прощаюсь с вами до следующей встречи. С любовью и уважением. Павел Стыгни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok